друзья всем привет ну чё продолжаем продолжаем построить куда установку установка сейчас вот этой перемычки вот сварил уголок не знаю любой подходящий обрезок это кусок трубы 60 на 40 зарезал под 45 на станке не не парился вот здесь немножечко выбрал под вот такие вещи становится это дело вот таким образом останется сейчас отметить где мне надо просверлиться чтобы запретили закрепить коробку и когда это дело уже притянется конкретно потом просверлиться почему по 45 удобно вот ключик поставил торцовый и закручивая через раму внутри заглушил так сказать для усиления все будут работать 100 лет в обед шпилек мужики нету их и не было вот как отметить сейчас покажу способ просто наилегчайший и не знаю сделал таких вот из коротышей там резьба была слизаная зажал в патрон наточили наждаке на диске вот так вот на конус и немножко грани оставил чтобы отметить серединочку и вот сюда почему такие короткие сделал чтобы резьбу не маслать вот такой длины туда не загонять его затянул потом на болты шпильки не ставить левой левой попаду вот от руки притянул все этого достаточно также что ты другой этот болтик будем называть их спец болты я их убирать не буду далеко не специальный ящик есть положу может где-то еще пригодится где-то что-то отметить смотри не могу левой рукой сейчас закрутить попасть она еще в перчатки вот подтянул дальше помню да как я делал немножечко соли дольчика сюда 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 намазали центрушечку вот так вот я что уже все показывал а теперь ставлю по над цепочкой если уже не отметили уже залез уже залез мужики удобно рукой кто бы знал здесь ровняю по краю здесь тоже так по краю и теперь сейчас вот так вот как бы показать просто прижимаю болта вот прижалась к одному к другому мы смотрим что у нас получилось одна отметина вот другая мужики отметина вот здесь вот и просверливаюсь и прикручиваю просто болтами вот и все ну вот как то так получилось сейчас прикручиваю два болта притягиваю потом уже просверливаю здесь так мужики прикрутил вот эту планку то есть сначала прикрутил те два болта потом она стала жесткой коробка сейчас она в перевернутом она на цепочку давит и стала так как и надо вот просверлился прикрутил чтоб не сдвинулась уже наверняка потом просверлился с другой стороны прикрутил все замечательно натяжка есть нигде закуса нет зазор вот здесь между коробкой уголком само собой присутствует то есть она не упирается здесь но держится только на двух этих болтах вместо шпилек вот и все никаких проблем так время пол двенадцатого пойду сейчас батим бате помогу там зерно занести тон и продолжим рассказывать что будет дальше еще может даже успею сегодня сделать переднюю балку но это уже будет ночь но помочь надо так друзья ну чё переднюю балку не успел сделать но смотрите эти две две дыды дырочки кто-то скажет отверстия ну возможно похоже да ну это дырочки для чего да вот зава баха вот такую штуку вот так по простому взял кусок сто шестьдесятой трубы вот она стоит отрезала 4 сантиметра разогнул ее чуть-чуть уголок кусок металла еще вот здесь и все это дело сварим здесь выпуске сделаны специально и ставится будет это сюда и вот сюда зачем да не знаю захотелось мы почему-то сделать вот сюда защиту от цепи не защиту цепи а защиту от цепи возможно человек будет окучивать картофан тот же самый да невозможно она будет высокая возможно такое но бывает да мотоблоком мы окучиваем там редуктор и там даже валяется что там вышины того редуктора так и здесь чтобы ботова точнее цепь не лозила по ботве там не знаю счетом таким уже растениям со стороны движения будет стоять глухая защита максимум что-то он сделает она чуть-чуть его положит растоком все равно поднимется без разницы его даже когда окучиваешь загортаешь полностью и тону через землю вылазит если здесь чуть-чуть положит ничего страшного сзади стенку не заваривал чтобы не собирался там мусор не собиралась вода все это будет спокойно высыпаться отсюда расстояние между стенкой и цепью около сантиметра наверно если мужики человеку не нужно будет ну так вот два болта будет держать все это один и другой если человеку не нужно будет ну открутим гаечки а там приварю сейчас они пока лежат я закручу буду снимать очки приварю чтобы снизу просто ключ поставил торцовой все не надо да надо поставить два болтика 3 все да кстати вот вот идет продолжение это она как раз служит таким зацепом на излом мало ли мало ли где там человеку привод даже сейчас не прикручена а вот в ту сторону идет упор уголок назад видите да отгинается вперед и болты они как бы идут на срез ну то есть на очень сильно постараться чтобы это все дело согнуть толщина вот этой трубы 4 миллиметра вот как то так я думаю лишним точно не будет дальше сцепление сцепление будет какое правильно обычное ременное поэтому барабанчик тот который я забарковал три штуки забрали сразу мужики в первый же вечер как вышел видос про бракованные барабаны этот остался он там лопнутый не стал его никому даже и предлагать вот оставил как шаблон ставить никуда не буду ну на примерку будет самый раз почему сцепление ременной сейчас расскажу сейчас мужики все расскажу по сначала покажу потом расскажу тут зазора где-то порядка сантиметра дальше будет стоять втулка дистанционная и где на перемычка еще на вот она потом только подшипник будет поджимать меня в одном из видосов говорили ты чё подшипник приварил или да нет не может быть как я мог приварить подшипник сам удивляюсь этот труба как в качестве втулки вот она разрезанная сжатая и сваренная в нее плотно вставляется подшипник и он снимается чтобы знали я его не привариваю все это дело будет ставиться вот таким образом сюда и сюда все вот эти вот и это вот и это все на скрученной раме собираю вот по 2 полу рамы скрученные то перемычка чтобы она не сходилась не расходилась потому что сварка понятно только с одной стороны что там что здесь они сейчас выровнялись так как им надо не стоят вот теперь когда вот это все скрутится вот это все тогда можно будет отстегнуть переднюю раму и отверстия останутся на своих местах здесь зазорчика тоже хватает здесь повторюсь втулочка будет стоять распорная чтобы диск вот этот не смещался но не диск барабан вот почему не полноценное сцепление да хотя для этого все здесь я предусмотрел его можно запросто воткнуть сейчас покажу я взял корзину взял вилку выжимной с человеком когда мы обсуждали до моменты постройки трактора все эти вещи до договаривались о цене была освучена определенная сумма то есть за сколько я соберу этот трактор человек мне сказал в тот в тот мой раз тот момент сделай мне как у тебя мне этого будет достаточно не надо там извращаться да не вопрос то есть обычное ремяное сцепление если сейчас я сделаю полноценное сцепление потом позвоню до человеку скажу извини дружище ну цена выросла из-за того что то я проявил инициативу и воткнул сюда маховик там дают это диск там купил до подшипник новый купил поставил да дружище как бы не обсуждали эти моменты сделал молодец это получается я его сделал за свой счет да тоже как бы некрасиво будет с моей стороны меня дома никто не поймет сказать заняты обалдел сейчас секундочку тяжелый маховик конечно это он конечно за сам долю примерно он хоть девятошный девятошная корзина но это к примеру меня просто собранный сейчас лежит шестерочный еще нет то есть все становится барабан также видели проходит из тормозного диска его сделать без разницы вилка мужики ничему не мешает спокойно ее можно поставить сделать выжим и так далее там подобное то есть все для этого присутствует и не сна сделать опору закрепить ее переднюю балку то двину так если вдруг человек захочет он сам себе его сделает поставит никаких проблем было бы конечно да неплохо и двигатель бы спрятался под капот не торчал бы под одну сторону потому что нужно место для выжимного ролика до натягивать ремни натяжного точнее ролика а так бы двигатель вал по центру было все симметрично культур мультур как говорится но об этом у нас разговора не было повторюсь и инициативу проявлять я как бы со своей стороны не хочу делать его дороже вот и за свой счет и повторюсь тоже его что-то делать желанием никак никак не хочется поэтому друзья как обговаривалась так и будет делаться вот не может кто-то и делает тут такие вещи до договорились по одной цене это как равносильно что приехать на из ты ложку поменять свечи но я образно выражаюсь да вам сделали капиталку сказали ну дружище тут как бы не только свечи но еще и капиталку мы тебе сделали так и я же вас не просил но сделали молодцы силы уехал бы вот это к примеру так ухты наболтал я мне стало интересно нашел я сегодня сейчас покажу одну штукенцию вот нашел вот такую штуку почему так отсвечивает о какой-то приборчик интересный ну я так понял это меряют эти биение там как он там называется точно не знаю ну такая вот шкала в общем сделал такую стоечку у меня держателя для него нет сейчас хочу посмотреть а уже точнее посмотрел полуоси на восьмерку вот потому что видос до сих пор тут народ смотрит где увидел кондуктор и кривую полуоси дал такую кричат она же неровная как там как же так же так же так же на вас не настраиваю полуоси вроде по нулям сейчас повращаю нечищена ничего как есть вот так и есть примерно плюс-минус а там сколько отклонения я не знаю по ржавчине до стрелка дергается еще все это не закреплено как надо видели я думаю да прекрасно это полуоси настроенная на глаз мужики при помощи там кувалды резака сварки и тогда там подобное это на восьмерку я проверял вот давайте аналогично с той стороны еще поставлю почему бы и нет так ну тоже тут выставил мужики на ноль сейчас попробую повращать аккуратно так сказать проверить на восьмерочку эта стрелка дергается потому что стоит она на козлах тут малейшее вот качание просто рукой же сдвигаю как остановилась значит тут мне кажется это она конечно так не проверяется ничего ну чисто для себя мужики вот просто сварил как говорится полуоси еще раз повторюсь наковальня кувалда резак угольник и глазомер все их завтра буду снимать хочу там завтра сейчас вот они тут на два болтика не ставил еще не сальники не редуктор на герметик не ставил потому что варил сваркой крепления это все грелось завтра я буду доставать сажать редуктор на герметик вот ставить уже сальники к жажки под диски не диски колодки и тогда уже все это дело посадится на другие болты нормальные это чисто такое временное явление не хочу его сейчас разбирать время почти 9 часов другим разом ладно на этом в принципе в принципе видос можно закончить мужики понятно да по сцеплению договора не было как бы за полноценное поэтому делаю ременное поэтому я не знаю пригодится не пригодится но лишнее мужики точно не будет пока удобно было сделать я сделал ладно всем пока с вами был санек просили мужики до просили как какой-то до центра моста до центра этого до чего тут центра вот за задницы будем так говорить вот от уголка зацепиться и ровно до середины чулка до середины полуоси вот здесь у меня 16 сантиметров если это этот размер интересует вот хвостовик я по центру не ставил у меня смещен то есть полуоси одинаковые левая правая вот хвостовик чуть смещен вот такие дела почему ставлю на цепи до сих пор но об этом в других видосах и так его растянул не будем сегодня все всем пока скоро увидимся